С каждым днём становится всё более заметно присутствие читеров в игре PUBG, и это уже становится ни для кого не секрет, и даже на ютубе появляются подобные видео, где люди не стесняясь показывают, как они играют с читами, как это весело, как им это нравится и как они легко побеждают соперников. Но что больше всего неприятно, так это то, что разработчики этих самых читов рекламируют свой продукт не только в каких-нибудь закрытых группах или на каналах ютуба или ещё где-то, нет, они это делают в самом вообще доступном и самом видном месте, они это делают в рейтинговой таблице самой игры. Если вы не знаете, то как раз таки сегодня в 5 утра по московскому времени был закончен 4 сезон игры, и топовые игроки ладера были записаны в статистику данного сезона, и все их имена отражены в определённой таблице. Для того, чтобы найти эту таблицу, нам нужно зайти на сайт pbg.me, вот он перед вами, и если вы видите, то в правом верхнем углу вот здесь написано топ-5 соло рейтинг игроков, то есть это люди, которые лучше всего по версии ладера играют в эту игру, именно в одиночном режиме. И что мы можем видеть, вот первое место, второе место, третье место, за четвёртой с уверенностью говорить не буду, но и пятое место, это всё неки читеров. Почему? Эти неки, они не очень понятны нам, но это какая-то ссылка на азиатский чат закрытый, что-то типа телеграма, где можно приобрести данные читы по какому-то номеру, который указан в этом неке. Если вы сомневаетесь в том, что это так, то смотрите, мы просто перейдём на профиль данного игрока, и что мы видим? То есть он сыграл за четвёртый сезон в соло 152 матча, из этих 152 матчей он 104 раз занял топ-1, и его средний показатель фрагов за игру является 64 фрага. То есть он в среднем убивает 64 фрага, 64 противника за игру, то есть вы можете представить, но это в принципе невозможно. Но чтобы не быть верлоном, может это действительно какой-то уникум, и человек с максимальным вообще умением игры, мы можем просто зайти на его стим профиль, и мы видим, что этот стим профиль абсолютно незаполненный, и что самое ужасное, что у него до сих пор нет вакбана. То есть человек находится в лидерной таблице, человек явно играет с читами, он занимает топ-1 мирового рейтинга, но при этом вакбана нет. Если мы откроем ники других игроков, сейчас, секунду, вот, мы видим, что абсолютно то же самое, тот же GQN, и какой-то там номер, тоже 36 киллов за игру, в принципе, ничего особенного, каждый так делает, у меня всё время так. Но здесь, если мы уже зайдём, мы не увидим данного профиля, то есть профиль был удалён, скорее всего он получил вакбан. Давайте проверим ещё остальных, для того, чтобы не быть голословным, вот, третий тоже, но это всё ссылки на какие-то чаты, я не разбираюсь, это всё для Азии именно, для того региона, у них это популярно. Откроем Steam профиль, вот он, нашёлся этот человек, и мы видим, что одна игровая блокировка, дней с момента блокировки один, то есть пользователь всё-таки был забанен. Спасибо, хотя бы третьего читера в ладере, забанила игра, ну что ж, тоже неплохо. Давайте перейдём, глянем следующего, это у нас будет вот этот вот панда. Насчёт панды, мне кажется, что это не читер, это, наверное, единственный честный соло-игрок, скажем так, который добился высокого рейтинга, то есть ему огромное уважение, потому что человек, ну, видно, вот, сразу видно, что показатели абсолютно нормальные, вот, человек просто действительно хорошо играет. И если мы перейдём на его Steam профиль, то, в принципе, он у него, то ли скрыт, то ли нет, у него он просто абсолютно не заполнен, может быть, всё-таки и читер, не знаю, честно, абсолютно непонятно, но здесь, прям, так, однозначно сказать точно не получается. Ну и последнего, которого мы увидим, вот, это тоже, вот это как раз-таки опять ссылка на их чат, вот этот вот закрытого китайского телеграмма. И то же самое мы видим, 43 фрага в среднем, 67% винрейт, винрейт это именно, когда занимают топ-1, вот, ну, то есть абсолютно какие-то космические цифры и также пользователь удалён. Но, что самое странное, может быть, здесь статистика на сайте не очень хорошо показывается, но вот вы сами видите, я вот ещё раз обновлю страницу, и здесь видно, что люди, вот, играли 17 минут назад, 16 минут, 23 минуты назад, то есть абсолютно им, походу, не мешает то, что нельзя найти их профиль или то, что там у кого-то даже вакбан был, абсолютно непонятно, как они могут всё равно играть в эту игру. И что самое неприятное, если мы зайдём в общий рейтинг, здесь мы, в принципе, то же самое и увидим, что постоянно вот эти вот ники с читами видны, вот, в основном, на азиатском регионе, но, тем не менее, если мы возьмём регион европейский, то будет примерно то же самое. Сейчас, нет, видите, всё-таки, если мы возьмём регион европейский, то здесь уже абсолютно ситуация другая, и нет пока что данных читов, нету ников с данными читерами, и это нам говорит о том, что пока что на Европе не так их много, может быть, есть люди, которые, ну, не с помощью ников палятся, вот давайте, я сейчас, вроде как, самая распространённая это соло, а сейчас мы тоже найдём читера, я уверен, вот, давайте глянем, самый первый человек, 2 600 рейтинга, 42 матча, это либо очень жёсткий какой-то игрок, нет, ну, вот, пожалуйста вам, соло игрок топ-1 европейского ладера, вот, пожалуйста, 38 фрагов в среднем, 66% винрейта, и опять же, открываем Steam профиль, и, похоже, его нет, я не знаю, нужно глянуть, может, вот это он, нет, не видно, ну, в общем, так, что-то не очень получается его найти, давайте попытаемся, вот так, что ли, нет, не получается, здесь его статистика, ну, в общем, давайте посмотрим его матча, сколько он тут, кстати, почему-то, видите, он делает, в принципе, не такое уж огромное количество фрагов, чего, вот это вот, а, это за 35 матчей он сделал 427 кг, ну, в принципе, вы сами всё видите, то есть игра заселена читерами, и самое, что неприятно, она не просто заселена читерами, а первые строчки в ладере занимают именно читеры, и я не понимаю, как вообще смотрит руководство на это, потому что обычно ладер это вещь такая, которая очень серьёзно относится, особенно разработчики, то есть, вот если сравнивать с Хардстоуном, потому что там система достаточно близкая к данной игре, она похожа тем, что есть сезон, и тем, что записываются топ-100 игроков, и вот вопрос в том, что, если какая-то, идёт какой-то турнир, и набираются люди, то они набираются в основном-таки из ладера, потому что из ладера приходят и приглашения, и самые лучшие игроки ладера остаются, ну, пытаются там представлять кого-то на турнире, то есть иногда там даже на, по-моему, последнем Близконе или где-то там представляли свою страну люди, которые хорошо отыгрывали ладер. Здесь, как это будет происходить, почему вот это за этим никто не следит, почему люди, которые явно играют с читами, их аккаунты не модерируются, они не удаляются из ладера, и вот они записаны все в ладерной таблице, и вот они считаются лучшими игроками мира, ну, что это такое? Так же не должно быть, это кошмар. Я надеюсь, что всё-таки в ближайшее время администрации и разработчики игры как-то разберутся с данной проблемой, может улучшат свой античит, может начнут модерировать какие-то такие аккаунты с сверхъестественно высокими показателями, но это тоже не выход, потому что люди просто начнут меньше палиться, они начнут меньше убивать, то есть нужно придумать что-то радикальное, но как это сделать, естественно, я не знаю. Если у вас, может быть, есть какие-то мысли или ещё что-то, напишите о них в комментариях, но то, что проблема начинает назревать и проблема достаточно серьёзная, это абсолютный факт, потому что вот если сравнивать с Counter-Strike, то там от читеров вообще прохода нет, это нереально играть в эту игру. Если начнётся то же самое здесь, то будет очень неприятно, потому что действительно хорошая, интересная игра, и если она так испортится и загнётся от читеров, то я считаю, это будет крайне таким большим фиаско. На этом всё, всем спасибо за просмотр, если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Ну и до новых встреч, а следующее видео уже совсем скоро.